25 лет назад во Владивостоке появилось содружество, где жители города и края избавляются от зависимости, которую принято считать серьезной болезнью. Оставаться трезвыми и помочь другим обрести здоровый образ жизни – главная цель содружества анонимных алкоголиков. Те, кто победили желание выпить сегодня, не скрывая, рассказывают о том, к чему приводит злоупотребление спиртными напитками. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Валерия, Нина и Сергей, члены содружества анонимных алкоголиков города Владивостока. Здравствуйте. Я думаю, для начала мы просто обязаны рассказать нашим телезрителям более подробно о том, что же представляет из себя содружество анонимных алкоголиков, по какому принципу оно работает. Анонимные алкоголики – это содружество мужчин и женщин, которые делятся друг с другом своим надеждами, силами и опытом для того, чтобы оставаться трезвыми. Наша единственная цель – это остаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести здоровый трезвый образ жизни. То есть это сообщество анонимное, добровольное и бесплатное. Для того, чтобы стать членом содружества, нужно только единственное – это желание бросить пить. Давайте немножечко поясним нашим телезрителям о том, почему сегодня они не смогут увидеть ваших лиц. Это не потому, что вы скрываете свои истории, но наоборот сегодня поделитесь ими с нами. Дело в том, что есть такое правило. Правильно я понимаю? Да. Наше содружество называется анонимные алкоголики. И анонимность имеет два значения. Первое – это на личном уровне, потому что когда человек приходит к нам в содружество, он вправе о себе рассказывать столько, сколько он считает нужным, называться любым именем или не называться вообще. То есть там анонимность полная. И второе – это анонимность на уровне прессы, радио и кино, общения с прессой, радио и кино. Потому что это вообще такая политика анонимных алкоголиков, потому что главное у нас принципы, а не личности. У нас было принято такое решение о том, что анонимные алкоголики никогда не будут связаны с какой-то личностью. Это было сознательно сделано именно потому, что это может повредить и самому содружеству, и тому человеку, с кем связываются особые надежды, так сказать. Это может повредить ему оставаться трезвым. Давайте сейчас, наверное, перейдем к вашим историям. Наверное, думаю, Сергей начнет. Сколько лет вы находитесь в трезвости? В трезвости я нахожусь 15 лет. В содружестве 2002 года. О содружестве я узнал на группе лечебной в наркологии. Приходили алкоголики, рассказывали о себе. Мне понравилось то, что они рассказывают, что они такие открытые. Я понял это сразу. Единственное, что мне понравилось, что мне прийти в такое качество, как честность и открытость. Я был закрытый человек абсолютно. Всегда был таким. С детства никогда не считал нужным как будто рассказывать о своих проблемах. Мне казалось, я должен решать их сам. Никому это не интересно. И вот так вот выступать перед другими, обнажая, в общем-то, все свои там душевные раны, это было для меня неприемлемо. И когда меня пригласили приходить на собрание, я отказался категорически. Тем более, что я был уже трезвый, мне казалось, что сил моей хватит оставаться трезвым и дальше. Хотя, нужно отметить, что я до конца не считал себя алкоголиком. Вот это свойство моего характера, моей натуры. Потому как признать себя алкоголиком, это признать, что я где-то валяюсь под заборами, не помню, где я был, что делал. Я еще помню, что был, что делал. И поэтому, хотя алкоголь уже вошел в мою жизнь достаточно крепкий, он мне мешал, серьезно мешал. Это видели мои родные, но я не хотел это признавать. И алкоголиком по-настоящему я себя не считал. Хотя я мог называть в наркологии себя алкоголиком в разговоре с врачом, но считать себя алкоголиком, вот именно таким, который был в моем представлении, я не собирался. И у меня была трезвость. Пять месяцев, это я считаю много. Это помогло мне, когда я пришел в Содружество, понять, что я делал неправильно, не так. Я все делал не так. У меня друзья оставались только люди, употребляющие многое с удовольствием. Те, кто мало употреблял, они постепенно отошли от меня. Или я от них отошел. Это, в принципе, не имеет значения. И вот то, что я был трезвым и одиноким, это вот обостряло, наоборот, моя трезвость обостряла мое внутреннее одиночество. И держаться на зубах было страшно. Это очень больно. Хотя я ходил, мне надо было с кем-то общаться. Я приходил к тем людям, которые выпивали, пили, они меня хвалили. Вот здорово, все любят, какая сила воли. А не было у меня силы воли. А если она была, то она давно закончилась, к сожалению. И мне было очень трудно. И постепенно я уже стал ненавидеть себя трезвым. Мне казалось, что я не хотел себя считать больным, прежде всего. То есть, это вот, как говорят, да, алкоголик никогда не признается, что он алкоголит. Конечно. Тем более, я здоровый, крепкий мужик. И вдруг считать себя слабым, больным человеком, для меня тоже было неприемлемо. Раз лечили, меня должны вылечить. И тем более, что я всегда лелею себе мысль, что это временно. Что я буду когда-то, ну у меня же есть месяц, другой, третий, трезвости. И что я могу когда-то выпить, как нормальные люди. Срыв был неизбежен, я сорвался. И самое страшное в том для меня было, что когда я сорвался, я почувствую себя свободным. Для меня, я настолько устал держаться на зубах. Что я почувствую себя свободным. Алис, этот срыв произошел уже, когда вы были членом Содружества? Нет. Нет, то есть это вы сами пришли? Нет, это я сам. И был срыв, и запомню, продолжался полтора года. Вот это было ужасно и страшно. И я ничего не мог сделать. Меня это пугало. Я пытался выбраться, но у меня ничего не получалось. Если я пил раньше, ну почти каждый день, то я теперь стал пить и день, и ночь. Вот это было жутко. Как вы узнали о Содружестве анонимные алкоголики, и как попали туда? С чего начиналась ваша история? Попало? Попало? Как? Хорошо. Ладно, не будем. Значит, вот мне стало страшно жить до такой степени, но это было невозможно жить. Я на работу ходил с алкоголем, и мне необходимо было и ночью, я не мог уснуть без алкоголя. Закрыть глаза было страшно, падаешь в какую-то страшную пропасть, и вот с этим страхом приходилось жить. А алкоголь уже не давал обликсения, которое было раньше. Это была просто возможность выжить, возможность работать хоть как-то, что-то делать. И жить так было уже невозможно. Я не знал, как быть. У меня не было ни сил, ни терпения жить такой жизнью. И в конце концов, я, в общем-то, атеист до мозговых костей всегда был. Ну, можно сказать, воинственным и всем атеистом. И я дошел до того, что как-то ночью, от страха, когда я подумал, что у меня впереди опять алкоголь, опять страх, беспомощность, я встал на колени, попросил Бога, если Он есть, или избавить меня от этой жизни, или дать мне трезвую жизнь. И получилось так, что я, через какое-то время, увидев по телевизору передачу об анонимных алкоголиках, не передачу, а не упоминание об анонимных алкоголиках. Я вспомнил, что меня туда приглашали даже. И я отказался. Я стал их искать. И нашел. И нашел. И на первом собрании, когда я пришел, мне стало понятно, что я следил своих, прежде всего. И я подумал, что вот закончилось мое одиночество. Оно так и свершилось. Вокруг были друзья, испытывающие эту же проблему, и которые испытали гораздо хуже, в общем-то, у многих вещей, чем я. И тюрьмы, и больницы, и психушки. Все это у многих было. Но они оставались трезвыми. И вот здесь я впервые поверил, что это возможно. Возможно для себя. У меня позади был вот этот страх полутора лет. То есть, в принципе, облегчение вы почувствовали практически сразу? Именно там. Именно там. Они рассказывали, когда свои истории, я сравнился с собой, и все это отзывалось во мне. Все, что они рассказывали. Я понял, что я хочу отстаться от лезвов. И для меня впервые стало понятно, что я алкоголик. И что эта болезнь излечима. Вот это мне очень сильно помогло. Я понял, что не надо каждый день, что было раньше, думать, что я когда-то смогу сидеть и пить с кем-то, как другие. Что этого никогда не будет. И не надо мне об этом думать даже. Я решил для себя, что я буду делать все, чтобы остаться трезвым, как эти люди, которые сидели передо мной. Вы говорили в начале программы. Спасибо, Сергей, огромное, что так были откровенно. Сейчас с нами рассказали свою историю. Я думаю, что каждая ваша история сегодня может быть откликнется. Кто-то, кому это поможет просто. Я очень на это надеюсь. И вы говорили также, что один из главных и самых сложных шагов это откровение, абсолютное откровение. И оно не покидает вас на протяжении всех 12 шагов, когда вы проходите. Да, честность. Но есть один из шагов. Я, к сожалению, не помню, какой он по счету. Вы сейчас нам расскажете. Это тот шаг, когда вы должны попросить прощения у тех, кого вы, как считаете, когда-то обидели. Может быть, кто-то из вас поделится, как справлялись с этим шагом. Действительно ли он самый сложный? Да, это есть такой шаг. Это девятый шаг уже из 12. То есть это совсем не первый. Когда мы возмещали причиненный людям ущерб, где это возможно. Но только чтобы не нанести еще большего ущерба. Для меня очень важно было возместить причиненный ущерб своим сыновьям. У меня двое сыновей. На тот момент они уже были взрослые. Они учились в институте. Потому что, ладно, как-то отец пьет. Это еще как-то встречается в жизни. Но когда мать алкоголичка, это очень сложно. И когда я как бы в полной мере поняла, какой ущерб я им нанесла, и это меня ввергло в очень сильное такое чувство вины. И я долго не могла с ним справиться. Я думала, что мне вообще никогда никакого прощения не будет. Они мне никогда не будут уважать, со мной считаться. И вообще наши отношения с ними полностью разрушены. Но потом я узнала из программы, что да, существуют такие способы, которые помогают восстановить эти отношения. И один главный способ – это возместить причиненный ущерб. Я подготовилась к этому. И сначала я поговорила с одним сыном, потом с другим сыном. И я им сказала о том, что я очень сожалею о том, что так получилось. Я совершенно не собиралась становиться алкоголичкой. Все было хорошо, все было нормально. Я училась в университете, я вышла замуж. У нас родились двое сыновей. И долгое время мое употребление было совершенно социально приемлемым, как у нас говорят, и не приносило никаких трудностей в жизни. Но потом это случилось совершенно постепенно и неожиданно, когда эти сложности возникали все чаще и чаще. И я пыталась найти выход, но я не могла найти этот выход. Я понимала, что я алкоголик, я готова была не пить вообще всю жизнь, но ничего мне не помогало. Какое-то время помогали предложенные мне средства, а потом все равно я начинала пить. И выхода не было никакого. А самое страшное, что я жить трезво не могла. Мне становилось мне интересно, скучно и вообще непонятно. В общем, жить было вообще непонятно как. И тут вдруг, при очередном моем обращении к специалистам, меня познакомили с одной из членов Содружества анонимные алкоголики, которая мне рассказала о том, что есть такое содружество, что они собираются на тот момент два раза в неделю, и можно прийти и получить какую-то поддержку. Потому что именно этого мне не хватало. Мне не хватало в трезвости, мне не хватало общения с такими же людьми, как я. Потому что вокруг меня были те люди, у которых нет этой проблемы. И они совершенно не понимают нормальные люди, не понимают алкоголика. И когда я туда пришла, я была настолько раздавлена тогда, когда я пришла, что мне было все равно, что делать. Вот я туда пришла, и что мне говорили, то я и делала. Что нужно ходить на собрание, я ходила. Нужно делать шаги, я делала. Нужно читать большую книгу, я читала. И день за днем я оставалась трезвая, я понимала, что что-то меняется. И вот когда я дошла до девятого шага, и до возмещения ущерба моим сыновьям, я не понимала, как я им могу возместить ущерб. Того времени не вернешь. Да, и вот при разговоре я говорила о том, что я очень сожалею, что так получилось. Я совершенно не собиралась становиться алкоголиком. Это произошло совершенно неожиданно для меня. И я ничего не могу там изменить. Вот в прошлом я ничего не могу изменить. Я все помню, я очень огорчена тем, что так получилось. Но я ничего не могу изменить. Я могу только делать какие-то действия, чтобы оставаться трезвой. И я постараюсь это сделать. И это было совершенно неожиданно для меня, когда через совершенно непродолжительное время они стали говорить, что у них там лучшая мама, они стали обращаться ко мне за советом. Это меня и до сих пор удивляет. Хотя я тоже трезвая, 15 лет. И сейчас у меня очень хорошее отношение с сыновьями. Они женились, родились внуки. Но нужно было именно честно признаться. И я могу возместить причиненный им ущерб только своей помощью сейчас и своей поддержкой. Вот сейчас в тех ситуациях, которые у них возникают. Я очень рада, что те истории, которыми вы сегодня делитесь с нами, они заканчиваются хорошо. И все-таки вы действительно те, кто являются очень сильными людьми. Те люди, которые не побоялись признаться и сказать себе, я алкоголик. И прошли этот путь, путь 12 шагов. Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Лера, сегодня лишь ты пока еще не рассказала нам свою историю. Я хочу сейчас перед этим сказать о том, что, конечно, сегодня страшно, что развивается детский алкоголизм. И вообще болезнь эта болезнь, она молодеет. И вот Лера сегодня самая молодая представительница Содружества анонимных алкоголиков. Лера, расскажи, пожалуйста, нам свою историю. Ну, пришла я в сообщество, мне было 20 лет. Выздоравливаю я 2,5 года. Ну, и употреблять я начала, конечно, достаточно рано. Это ранее было, чем 12 лет. Но в 12 лет я уже попала в больницу с отравлением, в токсикологию, в отделение токсикологии. То есть у меня был сразу же провал в памяти, отравление. В общем, меня тащили до дома, я не помню. Вот эта вот история, конечно, мне очень запомнилась в памяти. Ну, и очень запомнился эффект от алкоголя, который я тогда ощутила. То есть для меня это было всегда раскрепощение, всегда общение, всегда какое-то веселье, всегда какое-то избавление от проблемы, что, а, да потом решу там. И вот с этим, как бы я, когда вышла из больницы, ну, наверное, максимум я не употребляла месяц, после чего решила попробовать чуть-чуть. И поняла, что вроде бы ничего в больницу не попало, и так и стала употреблять. То есть еще раз можно уточнить? Это было с 12 лет, да? Ну, да, вот эта вот история, когда я попала в больницу, это было в 12 лет мне. Я стала употреблять, и были различные ситуации с последствиями от употребления. Я попадала с приводами в полицию, я стояла на учете, то есть ходила год и отмечалась у нарколога. Но даже во время этих отметок я умудрялась выпивать, и беседы с психологом я врала. Потому что я помню свой последний день в метке, я вышла и сразу же напилась еще сильнее. То есть меня это не останавливало. И так я употребляла, я говорю, последствия были разные, там приводы в милицию, в больницу. И с мамой ругалась, и учеба хромала у меня. Я закончила на тот период, ну, до момента прихода в сообщество, 9 классов у меня было. Я поступала в колледж, но не могла его закончить, потому что я начинала гулять, и тем самым забрасывала учебу, потом восстанавливалась, и вот так никак не могла ее закончить из-за этих всех гулянок. А содружество я узнала от мамы. Так случилось, что мы заболели вместе этой болезнью. И я долго слышала и знала про содружество анонимных алкоголиков. Но признаться в том, что я алкоголичка в столь раннем возрасте, я не хотела, не могла, я не знаю. Не верила даже, наверное. Не верила, да, в это, да и в голову как-то, а как жить без алкоголя? Ну, это же нормально, день рождения, праздники, там, веселиться, как? Ну, у меня вообще не понимала я, как можно было. И, ну, оказалось, это можно, потому что настал такой период, когда мне стало очень плохо, у меня еще была такая, что я буду делать в этом сообществе, если там люди все возраста, как мама, а я молодая. А как же все мои друзья будут? И меня это тоже останавливало, что, ну, как бы... Пугало даже, да, наверное? Пугало, да, с кем я буду общаться? С мамиными одногодками как-то смешно. И поэтому я долго не могла пойти туда, сделать этот шаг. Ну, вот отговорки вот эти, что я молодая, а с кем я буду общаться? И вот это... На самом деле, конечно, я сейчас понимаю, что это страхи различные. Ну, и, в общем, я как-то вот период прям употребляла сильно, и настал период, когда внутренний так больно, плохо, и друзей как-то все, они растворились. И тут мама предложила съездить на форум анонимных алкоголиков. Это мероприятие такое большое, где собираются со всей России люди, ну, вот выздоравливающие. Я туда поехала, и мне там так понравилось, я потеряла этот... Забыла обо всех страхах сразу. И про возраст забыла, да, потому что каждый человек, вне зависимости, мужчина это женщина, молодой он или старый, он был так похож на меня, и мне было с ними так комфортно, не стыдно и не страшно рассказывать эти истории. Потому что груз, тяжесть из прошлого, тащился там вот эти все ужасные последствия, провалы в памяти, что я вытворяла, мне было это стыдно. А с ними мне было совсем не стыдно и комфортно. С того дня я осталась, ну, выздоравливать, и до сих пор выздоравливаю, и не жалею. Как изменилась твоя жизнь сегодня? Вот просто чтобы, может быть, твои одногодки, да, которые тоже боятся по тем же самым причинам, что и ты признаться в том, что они алкоголики, боятся того, что они никогда не выпьют на дне рождения, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вот неужели тебе не весело, например, если кто-то пьет в компании, а ты не пьешь? Расскажи, как изменилась твоя жизнь? Действительно ли это так скучно? Без алкоголя жить? Ну, моя жизнь изменилась очень, очень изменилась. Во-первых, как я говорила, что я пришла в Содружество, у меня было только образование 9 классов. На сегодняшний день я закончила и получила средне-специальное образование. Стала учиться еще на дополнительных курсах. Я на сегодняшний день мама, у меня есть ребенок. Я занимаюсь спортом, закаляюсь в компаниях. На сегодняшний день, конечно, поначалу было очень непривычно веселиться в трезвости, но опять же, когда я попала на форум вот анонимных алкоголиков, у них там была такая развлекательная часть, ну, это был концерт, это была дискотека. Мне очень это понравилось, потому что я, ну, не могла бросить употребление из-за того, что как я буду веселиться. Для меня алкоголь это было какое-то веселье. Я смотрела, они трезвые веселятся. Ну, конечно, первый раз мне было неконфортно, но на сегодняшний день мне очень комфортно веселиться трезво, особенно если я в каких-то заведениях и наблюдаю за собой, я просыпаюсь дома. Ну, то есть на сегодняшний день я более раскрепущена, я могу трезво отдыхать и веселиться. И как мне раньше казалось, там, ну, что в компаниях, если не пить, то что о тебе подумают, опять же, там, что-то надо объяснять, выдумывать. Я не так давно была на день рождения и там, ну, выпивали и мне предложили и я сказала, нет, спасибо, я не пью и мне больше не предлагали. При этом тебе так же комфортно было, как и все. Мне было так же комфортно, да, и я так же веселилась, так же танцевала, как и все. Я хочу вас поблагодарить за ваши истории, которые вы не побоялись сегодня рассказать и я уверена, что они помогут тем телезрителям, которые по каким-то причинам боятся сказать себе я алкоголик. И вообще считаю, что главная цель нашей программы сегодня сделать все возможное, чтобы те, кто увидит эту программу, смогли побороть этот страх и действительно избавиться от этого страшного заболевания, от этого недуга жуткого. Поэтому у меня есть такой вопрос. Давайте сейчас, наверное, развеем те страхи, которые также есть у людей по ту сторону телеэкрана, один из страхов Содружества анонимных алкоголиков это секта. Это, конечно, не так. Давайте расскажем, почему это не так. Дорогие алкоголики. Во-первых, секта, наверное, первое впечатление, что мы собираемся, например, помещение нам дают или католический храм, или наркология. Поэтому это просто мы не богатая организация, хотя мы существуем только на наше добровольное пожертвование, других денег у нас нет. Поэтому мы стараемся выбирать помещение как можно меньше, чтобы мы... Мы обязательно платим за помещение, договоримся по-разному, это небольшие деньги, но обязательно это одно из... пунктов, да? Пунктов, да. Пунктов нашей программы, по сути. И то, что у нас фундамент это вера высшую силу, это просто фундамент, на котором держится наша программа. Она может показаться религиозным, но у нас очень много атеистов, которые придерживаются понятия это высшей силы, прежде всего. Можно называть ее богом как угодно. Можно и Будда, и все. Смысл не в этом. Это просто сила более могущественная, чем я, которая мне помогает. И все. Больше ничего лишнего здесь нет. И поэтому считать это сектой, ну, маловредно. Хотя почти считал именно так сам. И уже будучи в программе, я убедился, что это совершенно не так. Каждый выбирает для себя то, что он хочет. Спасибо. Да, конечно. Ну, и у меня, да, еще один был такой страх, ну, или не страх. Просто в моем кругу, вот в молодом, там, где я училась, там, часто высмеивались. Ну, там, чем привет, я там такой-то. Ну, да, у нас такое восприятие у многих, как мы фильмы смотрим, да, американские. Привет, меня зовут Лера, или меня зовут Аня, и я алкоголик. И у нас, опять же, секта, да, какая-то, что-то такое возникает. Что они там какие-то ненормальные, там, что-то делать не так. И это, конечно, в моем личном кругу общения было несколько случаев, когда мы смеялись над этим, и тоже там шутили. И поэтому, конечно, это вызывало какие-то насторожения, страхи, что меня не поймут общества, что меня отвергнут, что меня не примут, там, высмеют. Ну, на сегодняшний день я могу сказать, что я ни капельки не жалею, что я попала в это сообщество, потому что, на самом деле, это не так. И люди с общества относятся к этому не так, как мне представлялось, не хихикают, пальцем на тебя не тыкают, ты алкоголик, ты алкоголичка, как бы к этому относятся нормально. И, ну, в этом нету ничего такого. Уже 25 лет Содружество анонимных алкоголиков помогает избавиться от болезни жителям города, жителям края. К сожалению, нам пора заканчивать нашу программу. И мне бы очень хотелось, чтобы в заключении вы рассказали, куда можно обратиться тем, кто считает себя все-таки алкоголиком и кто действительно готов вместе с вами бороться с этой болезнью и получить новую жизнь просто, обрести новую жизнь и действительно полноценную, качественную, без вреда алкоголю. Я хочу сказать, что если вы хотите, если это ваша проблема, и вы хотите как-то изменить свою жизнь, то можно позвонить по телефону, он там, наверное, где-то идет, это у нас информационные телефоны, узнать, где проходят собрания. Собрания проходят во Владивостоке 12 раз в неделю. То есть в один день даже бывает по два собрания. Они проходят в разных частях города. И по этому телефону вам расскажут, где сегодня проходит собрание или где проходит ближайшее к вашему дому собрание. Также можно зайти на сайт, у нас есть сайт анонимных алкоголиков Владивостока, где тоже есть о нас вся информация. То есть где сегодня проходят собрания. И по этому телефону по информационному с вами поговорит алкоголик, который не пьет уже ни один день. И с ним тоже можно поговорить, спросить, рассказать свою проблему, если вы захотите. Единственным условием для членства это желание бросить пить. Других условий у нас никаких нет. У нас нет ни вступительных, ни в членских взносов, никаких других условий для того, чтобы прийти на собрание, нет. Это абсолютно добровольно, анонимно и бесплатно. На собрании присутствуют только люди, у которых есть такая же проблема. То есть там присутствуют только алкоголики. И оказалось, что алкоголизм это такая болезнь, при которой один алкоголик разговаривает с другим, и они оба остаются трезвые. Это вот такой феномен, который как бы не встречается больше нигде, а алкоголикам это помогает, когда мы помогаем другим людям. Ну вот эта передача, это в том числе такая же помощь другим людям. Да, и в итоге нашей программы хотелось бы сказать, что действительно уникальная ситуация. Вы признаетесь, что вы алкоголики, это болезнь неизлечима на самом деле, и алкоголиками, да, вы будете всегда всю жизнь, но тем не менее вы смогли с этой неизлечимой болезнью, вот парадокс, правда, справиться. Жить. Жить. И ваши истории, мне кажется, наилучший способ, наверное, донести до тех, кто пока еще не нашел в себе силы сказать, я алкоголик, то, что он может с вашей помощью и даже со своей собственной себе помощью с этим справиться. Я думаю, что это главное. И я знаю, что вы хотели сделать небольшое объявление, у вас состоится большое собрание, расскажите, пожалуйста, об этом. Да, у нас будет 9 февраля большое мероприятие, открытое большое собрание, посвященное 25-летию Содружества анонимных алкоголиков, которое именно организовалось в городе Владивостоке. Оно пройдет на Ильичево 15, в 2 часа это администрация Первореченского района. Всех ждем, туда может прийти любой. Абсолютно каждый, вне зависимости от пола, возраста, убеждений. вероисповедания. Спасибо вам огромное, что пришли, рассказали свои истории. Спасибо за то, что вы делаете для себя и для других и дарите надежду тем, кто, может быть, ее потерял. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова